Всем привет, с вами Доктор Парадокс, и мы продолжаем проходить амнезию. В прошлой серии, вот там, в подземном подвальном архиве, мы офигеть как испугались. Просто до усрачки. Там монстр, который, правда, может ходить только по воде, всё время за нами гонялся, мы еле от него вообще убежали. Два раза умерли? Ну ладно. Фух. И после такого, я думаю, нам дадут отдышаться, поэтому я очень рад. Не будут же они прям подряд так пугать. Да и музыка приятная пошла, так что... Всё, я думаю, будет хорошо. Даже дверь меня вот эта уже не испугала после такого монстра. Ладно. А, блин, ну это не настоящие ноги даже, это какие-то от статуи какой-то. Это, конечно, фонтан странный, но ладно. Меня как-то сейчас вообще ничего не пугает. Я сразу после предыдущей серии эту серию записываю, так что... Осталось ещё ощущение. Просто такое облегчение сейчас чувствую. Офигеть, очень впечатлительный всё-таки. Так, ну давайте исследовать эту локацию. Эта дверь открылась сама собой, поэтому, естественно, мы пойдём сюда, в первую очередь. Как в любом хорроре. Спять одолевает воспоминания. У нас есть поднимающаяся комната. Она отвезёт нас во внутреннее свидетельще. Да. С её помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс парке. Лифт там отвозят на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. Едет он не вверх, а вниз. А вот, как я понимаю, есть тот самый лифт, да? Ну да. Но для начала давайте мы осмотрим машинное отделение. Может лифт не работает, кстати, а мы должны здесь... Закрыт. Ладно. Проверили. Найдите ключ от машинного отделения. Так, ну давайте... Я уверен, что лифт не работает. И чтобы он заработал, нам нужно упасть в машинное отделение. Ну да. Как я и думал, это логично. Так что нам нужно проверить другие комнаты. Давайте пойдём вот в дверь напротив сначала. Потом уже наверх. Туда я ни за что не вернусь. Ну и если, конечно, по сюжету надо будет вернуть, но придётся, но... Там, впрочем, мы решётку закрыли в одном из комнат. Так что мы... Я думаю, туда больше не вернёмся. Хранилище. Он поставил чашку на блюдце и взял сферу в руку, словно яблоко, наблюдая за странными изменениями. Ту сферу, которую рассказчик нашёл в Балжире, как я помню, гробнице. Сколько у нас вообще масла на исходе? Давайте его даже израсходуем, чё уж. Его очень мало осталось, так что... Трутницы, не знаю, экономить будем сейчас. Так. Что? Темнота в хранилище какая-то странная и неестественная. Так, блин. Это меня пугает. Что у нас здесь? Только не выключайся, фонарик. Трутница, хорошо. Ну, выключился, понятно. Здесь есть чё-нибудь зажечь? Твою мать. Что это? Детали от дырели бы. Ой. Твою мать, ну не надо, не надо, не надо. Не надо мне больше этих чудиков. Трутница, хорошо. Жаль, тут нет. Ничего, что можно. А, твою мать! Ой, твою мать, что делать? Твою мать, что делать? Бежим, 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 бежим. Просто бежим наверх. Пофиг вообще, что здесь. Ну, так я и знал, что неестественно, как... Не дали нам всё-таки разработчики отдышаться. Судок Герберта была вязан верёвкой. Замокло сломан вор и подумал, он вряд ли там что-нибудь осталось, учитывая через сколько рук он прошёл. Что это было? Мать его. Или живой, отлично, и что? Я не вернусь туда. Как? Это жесть. Я не понял, как от него прятаться? Вот я же зашёл за угол. Не знаю. Может, не надо было вообще шевелиться, но он прямо ко мне уже подходил. Пойдёмте лучше наверх. Ну, мы подобрали какую-то деталь, я думаю... Я надеюсь, что там больше ничего не надо брать. Так, странно, мы как-то по лестнице поднимаемся. Так. Кость. Успокойся. Всё хорошо. Костюм. Мы бежали от того чудика. Он вылез из кровати и выглянул в окно. Было темно. Он подождал... Подождал. Взглянул на часы, подождал ещё немного. Четыре часа утра подумал. С меня хватит. Я даже толком не разглядял это монстр. Дневник. Какого чёрта нам понадобился? Не знаю, мне вообще... Мне даже уже немножко плевать на сюжет, потому что тут такое творится. Так, тут у нас ничего нету под завалами. Нет, видимо. Ящик был открыт. И тут явно вот обыскивали. Всё. Прямо дотошно даже картину сдвинули. Кто-то что-то искал. Ну, видимо, вот дневник. Так это что? А, настойка опиума. Отлично. Мы же как раз ели живые. Ну, теперь мы можем туда пойти, но... Нет. 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 Никто мне не застать. Что это за... Что это за место? Что это... Что это... Второе июля, 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения, Абдула, один из наших наёмных, пришёл из пустыни. На нём были тяжёлые раны, словно от когтей льва, и он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Ничего хорошего. Ой, там прям ящики так вытаскиваются. Так. Сильно мы дёрнули что-то. Так, что здесь ещё есть? Масло. Офигенно. Так, ладно. Здесь светло, поэтому зажигать я здесь не буду ничего. Что у нас здесь? Спальня. Книги. Прям игра такая, очень много книг здесь. Прям на каждом шагу. Ой. Так, хорошо здесь просто одежда. Что в ящиках тоже, тоже просто какие-то рубашки. Так. Даниэль, я думаю, у тебя кошмары, возобновятся точно из... и с большей силой. Это что, лом? Значит, это рычага. Нельзя его взять в руки. Нет, да. Как оружие. Были бы, как Гордон Фриман. Так. Может, тут ничего нету. Записочка. Третья июля, 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал. Даниэля вытащили примерно через час. Невозможно. Ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час? Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? Хорошо так. У нас осталась вот эта дверь, да? Заперто не открывается. Что? Найдите иной способ открыть дверь. Истинный. Ну, как бы все может быть. Давайте попробуем полуглу применить. Нет. И лом. А, вот, смотрите. Хорошо. Прикольно, все прям выручено, нужно делать. Леха, чего? Только бы он был на месте. Что? Что? Что, где спрятаться? Можно в шкафу спрятаться? Твою мать, да быстрее. Можно нахереть. Прячемся. Тихо. Твою мать, он ломится. Он может вроде открыть дверь и оставит. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ни слова, ни слова. Все, тихо. Прямо сюда подошел. Нашел или нет? У нас мой, вроде, герой перестал так сходить с ума, поэтому... Может, ушел? А вдруг нет? Мне вообще открывать дверь-то или нет? Лучше. А... Вообще сидеть тут в шкафу до скончания века. Ой, твою мать! Тихо. Видимо, ушел, да? Звук двери. Музыку поменялось, так, ладно. Ой. Я даже не нажимал, он... Он толкать может дверь. Ушел. Он дверь вынес просто. Он даже, что, ее с собой внесчит? Вот вандал. Лезть. Это, видимо, та тварь, которую мы встретили внизу. Тихо. Так. Четвертое июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Все это очень странно. Отлично. Хорошо. По обрывкам так и не очень запоминаю из-за всех ужасов, которые здесь творятся. Но, в принципе, можно в конце игры опять все посмотреть. Ну, или я, может, потом на записи, сам посмотрю. Чтобы полностью понять историю. Вот он через ту дверь вышел обратно. По звуку. Чертовски не хочет сюда выходить. Так, мы вот эти ящики, кстати, не проверили. А, они открываются. Так, откройся, откройся. Ничего нету. Ну, ладно. Здесь мы ничего не пропустили. Так, ладно. Хватит себя отговаривать. Идем. Он пролистал книгу о монархах в поисках иллюстраций. Сосчитал их. Сосчитал их. Девять корней из разных стран Европы были изображены с державой в руке. Hello. Summer here. Так, вот еще дверь, да? Не проверили. Кабин... Подожди. Нет. Сэр Уильям Смит был отмечен. Он не мог знать, что молодой человек, заходивший вчера, отбрасывал столь ужасную тень. Я надеюсь, монстр опять к нам не зайдет. Мы можем прятаться от них в шкафах. Хорошо. Так, что-то здесь много есть куда зайти. Страшно выглядит комната. На самом деле. Тихо. Библия опять. Меня еще больше пугают вот эти вот намеки на религию. Как будто намекает то, что... Ну, то есть... Ничего не поможет ни к этому. Сколько ни крестишь, не знаю. Поможет. Так. Здесь только записка. Так, письмо о сфере. Моему самому верному ученику и другу Иогану Вейру. Когда этим летом я путешествовал по лесам Пруссии, произошло воистину удивительное событие. Я наконец-то нашел одну из сфер, которую ищу уже 20 лет. Она и вправду непостижима. Как Гелио Дромус писал о ней в своей работе «Хортус Конклюзус». Как мне и сказали, неземной артефакт украшал купол подземного храма Митры. Сфера достаточно велика, чтобы заполнить сложенные чаши ладони, а ее поверхность гладкая и ребристая. Окраска более чем богатая. Едва ли слово «контраст» может описать ее вид. Это невозможный предмет, парадокс, созданный из камня. Я остановился в деревушке Альтштадт неподалеку, изучал древнюю тропу и обнаружил пещеру. Я пошел внутрь и внезапно понял, что загадочные артефакты действительно существуют. Все это правда. Ты понимаешь, надеюсь, что это важнейшее открытие в моей жизни, но я страшусь его больше всего. Войдя в подземный зал, я ощутил, что вторгаюсь в запретное место. Мое любопытство подавило страх, и я забрал сферу, а затем выбрался из пещеры и пошел по лесу. Я чувствовал, что за мной следует нечто, рычание восстановилось все громче, оно приближалось. Этот зверь, страж сферы, неотступно следовал за мной. Я побежал в ущелье неподалеку, где наткнулся на пару рыбаков возле озера. Я попытался их предупредить, пробегая, но они не вняли меня и остались сидеть у озера, а я удирал со всех ног. Услышав эхо их криков, раскатившиеся по долине, я ощутил невероятное облегчение, полагая, что меня пощадят. Внезапно меня охватило голубое сияние, цвета поблекли. Я продолжал бежать через лес, деревья почернели, листья стали серыми, земля утопала в темной воде. Я бежал по болотистым землям. Когда исчез последний луч солнца, поднялся ветер и начался дождь. Я слышал мольбы о помощи вдалеке и тоже закричал от страха, затем рухнул на землю, жадно глотая воздух. Это покажется невероятным, но я перенесся на много миль через все Альпы на поляну возле Генуи. Страш отнял у меня сферу, но я страшусь его возвращения по сей день. Иногда я не сплю по ночам, слушая тот вой, что раздавался позади меня в лесу. С тех пор прошло уже почти десять лет, А я так и не нашел в себе силы написать об этом инциденте. Во время нашей последней встречи ты говорил мне, что занимаешься исследованиями этих легендарных сфер, и я понял, что должен сказать тебе правду о моем визите в Альштадт. Твой учитель и друг Генрих Корнелий Агриппа. Офигеть. Кстати, то, что я говорил в прошлой серии о важности беззащитности главного героя в сервивалях хоррора, это в прошлой серии в этой очень подтвердилось. То есть мы никак не могли сопротивляться тому монстру в воде, и сейчас нам пришлось прятаться в шкафу, вообще ничего не могли сделать. И от этого было очень, очень страшно просто. Это офигеть. Так, здесь ничего нет, что ли? Кроме трудницы одну. Так, сундучок. А, нет, не открывается. Хорошо. А, вот открывающий сундук. Тут тоже только трудница. Хорошо. Видимо, больше здесь ничего нет. Разбивать нет смысла, потому что там всё равно ничего нет. Так, дверь закроем. Когда как-то меньше видишь пространство, спокойнее. Так, почему я... Ну, чё, у меня карточка иду? Не знаю. Видимо, потому что я боюсь. Так, масло, масло, масло. Ой, 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 твою мать. Ой, твою мать. Расстрескивавшиеся стёкла в этом окне удерживают лишь слабая деревянная рама. Ладно, это просто старинный замок, поэтому ничего подобного. Хотя, какой нафиг. Чё я сейчас-то оправдываюсь, как вначале? Оправдываю все эти события. Мы чёртовых монстров видели. Твою офигеть. Это башка собаки, офигеть. Тут чё, пила? Тут прямо как будто собаку расчленяли. А это чё? Посмотрим, что можно с тебя взять. Видите? Реально. Грязновато. Нужно было наточить его. Что за больное ублюдение? Я чувствую его. Вещество тут есть. Чучело делал потом из них. Чё за токсидермист тут был? Так, отдела человеческого черепа. Важнейшее открытие в анатомии человека. Требительный аппарат. Он, мне кажется, как собаку, так и людей здесь расчленял. Я уверен в этом. Даже не хочу к этой пиле прикраснется вообще. Фу, блин. Офигеть. Вот в это... Офигеть. Челюсть. А, здесь челюсть собаки. Я говорю вам, как собак, так и людей здесь. Так, экспериментное животное. Канис люпус фамилярис. 12 апреля 1658 года. Давно было. Если сейчас где-то 19 век, да? В игре. Так. После небольшого исследования очевидно, что и собака испытывает возбуждение, подобное человеку. Страх и боли вызывают стресс, который в свою очередь высвобождает бешеную энергию в животном. Полагаю, катализатор процесса создается в мозге. Трудно сказать, что это и где он расположен, но я ощущаю его. Вещество, которое восходит к тайне сотворения всего сущего. Да, вот что он хотел найти. Собрать эту энергию проблематично, ведь животное погибает в результате опыта. Необходимо усовершенствовать пытки, чтобы польза была ощутимой. Нужно больше экспериментов, но судя по всему, только человеческие особи могут вырабатывать достаточное количество энергии. Возможно, это связано с тем, что они осознают всю жестокость эксперимента, и их страх многократно усиливается. Ну, в третий раз все подраздело, что он... Тут и людей, походу, пытался. Лопата? Зачем здесь лопата? О, господи. Мне нехорошо. Там горит огонь. Фигеть. Здесь кто-то был. Так, а ты что? Ой, блин. Вон, пойдем сюда. Так, а ты что? Статуэтка какая-то. Манекен, не знаю. Ой, портрет, блин. Здесь я лучше оставлю дверь открытой найти. Портрет меня... Ненавижу такие портреты. Так что, трудности с анатомией. 9 января 1658 года. Вновь разочарование. Последние находки антиквара оказались бесполезны. Я все еще не в силах постичь внутреннее устройство живых организмов, его связь с той энергией, что я ощущаю. Буду вновь читать книги, но подозреваю, что толка не будет. Исследований, подобных моему, никто не проводил, так что придется меня самому заполнить. Это брешь в науке. Да таких же больных ублюдков просто не было для тебя. Очевидно, что люди выделяют больше нужной мне энергии, но надеюсь, животное будет достаточно и их куда легче добыть. А, ну, не факт, правда, что он людей тоже... А хотя нет. Это же, видимо, Александр пишет, я так понял. Он же нанял этого Вильгельма и его людей. Ой, твою мать! Черепа. Нет. Все-таки он здесь пытал людей. Это подтвердилось. Четвертый, и вот я говорю, что нанимал Вильгельма и его людей, чтобы они приносили... Ну, похищали и приводили к нему людей. Давайте закроем эту дверцу. О-о-о. Ладно. Сейчас сзади он только подойдет и схватит нас. Так, что это? Трудница. Все-таки закроем. Маньяк, блин, какой-то здесь. Так, спокойно уходим. А, кстати, клавиши же есть вот такие, когда мы нажимаем на Q и на E. Чего ж я раньше-то ими не пользовался, это вообще офигенно будет. То есть можно вообще просто вот так выглянуть из-за стенки, при этом не заходить за угол. Ну, так страшно. То есть можно вот так выглянуть и обратно быстренько. Завал очередной. Нам нужно возвращаться назад, видимо, здесь вообще ничего нельзя сделать. Ну, так, картина. Непонятная. Ладно. Дайте мне спокойно отсюда выйти теперь. Плохой это, затишье вообще. Профессор Тейлор пал второй жертвой его любопытства. Ну, господи, шелкатка здесь. Это значит, что мы имеем. Не стали сломаны ручной дрели. Давайте еще раз поддыркаемся. Машинное отделение, может, оно откроется как-нибудь. Не знаю. Потому что нам остается только туда опять идти, потому что мы же там не все вроде как исследовали. Мне туда очень не хочется, очень. Представляете, как очень мне туда не хочется. Я не знаю. Давай. Давай. О! Нам придется идти. Я не знаю, что я делаю. О, пофиг вообще. Все, нам придется идти. Больше выбора нет. Так. Больше вообще, да, нету ничего. Видимо, там все детали, которые нам нужны. И ключ, там, не знаю, машинное отделение. Я могу трогать воду. Зачем, интересно? Ну ладно. Давайте здесь зажем хотя бы. Думаю, отсюда выбежали. Такое облегчение сразу. Так, ну ладно, нам придется идти туда, но мы пойдем туда в следующей серии все-таки. Всем спасибо, что смотрели. Фух. Так. Очень жуткая игра, очень страшная. В общем, увидимся в следующей серии. Всем удачи, друзья мои. И пока. Пока.